Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Налиханов сегодня находится с визитом в городе Советский на границе с Литвой. Напомню, накануне стало известно об инициативе литовских властей построить забор на границе с Россией. По словам главы МВД страны, на это выделят больше 3,5 миллионов евро, а основная цель – ограничить ввоз контрабанды. Планируется, что длина сооружения составит около 135 километров от округа Вистичо, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия, до Нямуноса. Сейчас Антон Налиханов выходит с нами на прямую связь по телефону, узнаем его мнение об этом строительстве, которое задумали власти Литвы. Антон Андреевич, приветствую вас. Добрый день, Илья. Как вы можете прокомментировать эту инициативу литовских властей? Как, по-вашему, прикрываются они действительно словами о контрабанде? Или там есть некая другая подоплека политическая? Ну, честно говоря, нас сейчас больше волнует тот сбой в электронной системе, который произошел на литовской стороне. И вот, к сожалению, у нас затронено движение в обе стороны российской литовской границы. Мы надеемся, что, как коллеги нам и пообещали, они в понедельник уже завтра все восстановят. Сейчас вот все в бумажном режиме приходится обрабатывать. А сами понимаете, это вызывает определенные осложнения и затруднения с пересечением границы. А что касается вот тех новостей, ну, во-первых, я так понимаю, это там еврогрантовские какие-то средства, которые будут выделяться. Какой-то официальной информации у нас пока от коллег нет. Ну, я думаю, что новость обусловлена просто завершением демаркации границы, которая вот недавно была закончена. И речь, скорее всего, идет о поселении техническом, вот, определенных участках границы. Да, действительно, контрабанда – это проблема. Но в последние годы она становится все меньше и меньше. Нас она, к сожалению, тоже беспокоит и с литовской стороны. И есть, конечно, проявления такие с нашей стороны. Но я не думаю, что, честно говоря, за 3,5 миллиона евро можно построить 135 километров какой-то там стены, о которой появилась информация. Я все-таки думаю, что это немножко либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на средства массовой информации. Как, по вашему мнению, если эта идея все-таки будет реализована, какие последствия могут быть для Калининградской области, для экономики и, естественно, для простых людей тоже? Ну, вы знаете, я не думаю, что для экономики будут какие-то негативные последствия. У нас на границе с Китой есть замечательный завод по производству кирпича, пятый элемент. Если коллеги из Литвы захотят, мы можем им кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену. Мы, конечно, за прозрачность границы, за понимание тех потоков товарных, которые проходят, и никаким образом не стараемся контрабанду поддерживать. Это уж точно не основа нашей экономики. Поэтому, с точки зрения прозрачности и понятности того, что происходит на границе, в этом смысле мы инициативу любые коллег будем поддерживать. Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду, ну, пожалуйста, флаг в руки. А, со своей стороны, готовы им поставлять стройматериалы, пусть строят, если хотят. Но мне кажется, что все-таки речь идет немножко не о том. А как, по вашему мнению, Россия должна предпринимать какие-то ответные шаги? Я не знаю, может быть, ответную стену построить или дополнить сооружение литовцев и вырыть ров около этой стены? Нет, вы знаете, мне кажется, что здесь все-таки не стоит искать какой-то политический контекст. Это либо неверная депутация, скорее всего. То есть, ну, я, честно говоря, что кто-то будет за 3 миллиона евро строить стены 135 километров, ну, не верю. Это просто невозможно с точки зрения техники. Поэтому я думаю, что коллеги ограничатся просто какими-то техническими мероприятиями, может быть, оснащением какой-то техники, специальной камерами, еще чем-то отдельных, таких, скажем так, наиболее проблемных с точки зрения контрабанды участков нашей границы. На Западе как вообще могут отнестись к тому, что задумала Литва? И вообще заметят ли они вот эту инициативу Вильнюса? Ну, вы знаете, я думаю, что это такая совершенно мелость с точки зрения реальной ситуации. Ну, действительно, к сожалению, у наших партнеров в последнее время есть такое желание произвести какой-то эффект, как-то заявить о себе в каком-то недружественном немножко ключе. Но, опять же, я думаю, что это исключительно такой медийный посыл, что ли. А на самом деле мероприятия никаких антироссийских, скажем так, антироссийской направленности не будут. Большое вам спасибо. Напомню, что на прямой связи по телефону был временный исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антона Лиханова. Мы обсуждали инициативу литовских властей о возведении стены на границе Литвы и Калининградской области.